приветствую вас на нашем канале мы продолжаем подключение электроплит у многих еще сохранились плиты вот такими розетками эти розетки точно также работают как и круглые которые мы изучали на прошлом уроке и сегодня я вас научу подключать именно такие розетки кабель у нас уже проложен мы взяли кабель 3 на 2 с половиной миллиметра квадратных но это чисто учебных целях на самом деле к плите подводится кабель потолще 3 на 4 или 3 на 6 в зависимости от мощности плиты будем подключать основание розетки если присмотреться то на основании розетки нарисованы значки центральный контакт заземления правый нарисован 0 слева нарисована единичка значит и будем подключать в таком порядке кабель у нас уже проложен именно в таком порядке сначала мы закрепим основание присоединять провода мы будем присоединением типа колечка посмотрим сколько у нас есть лишнего места внутри розетки место у нас немного поэтому провода мы откусим примерно вот так желто-зеленый провод так а синие с белым провода чуть чуть по длиннее потому что они у нас находятся по сторонам и на они должны быть немножечко длиннее теперь снимаем изоляцию в прошлый раз я снимал изоляцию стрипером но теперь я покажу вам как нужно снимать изоляцию ножом если у вас нету стрипера во первых самое главное не делаете ножом вот такое движение потому что вы сможете испортить проводник поэтому если вы снимаете изоляцию ножом то нужно держать нож под углом примерно так чтобы не сделать проводник тоньше в этом месте потому что если вы перепилите медный проводник то в этом месте он будет греться и может быть совсем если вы примените слишком большое усилие проводник может вообще в этом месте переломиться вот видите как я держу нож обязательно под углом к проводнику чтобы его не испортить так третий провод некоторые рекомендуют для этого использовать бокорезы вот таким движением но это нужно делать очень осторожно тоже чтобы не испортить проводник теперь нам нужно закрутить колечки колечки закручиваются обязательно направлении закручивания винта вывинтим сначала один винт и посмотрим какого диаметра колечка нам нужно примерно прикинем на инструменте закручиваем колечка как я уже говорил по часовой стрелке проверяем пролезает ли винтик винтик отлично винтик отлично пролезает теперь колечко немножечко подравниваем чтобы она была красивая обязательно надеваем на винтик обязательно надеваем вот эту шайбочку засемляющий провод мы закрепили теперь будем закручивать фазный провод если у вас нету вот такого инструмента который называется круглогубцы провод точно также можно закрутить с помощью утконосов аккуратненько точно так же закручиваем нулевой проводник раскручиваем контактные винты не забываем про шайбочки теперь закрепляем наши проводники в розетке закручиваем последний винт теперь нам нужно выровнять проводники так чтобы они хорошо уместились внутри розетки у вас должно получиться примерно так теперь нам нужно надеть корпус розетки у корпуса розетки есть вверх и есть низ обязательно нужно установить правильно низ у нас вот здесь устанавливаем мы установили розетку сегодня на деревянные основания но на самом деле на кухне у вас стены наверняка не деревянные но если деревянные то обязательно нужно нужно в этом случае будет подкладывать специальный подрозетник чтобы нижнее основание не контактировала с деревом это нужно для нашей безопасности основание розетки мы уже установили если вы помните справа у нас 0 по центру заземления слева у нас идет фаза в зависимости от этого мы точно также будем подключать вилку если вилка у нас будет подключена кабелем вниз то это одно то это одно положение а может быть у вас вилка будет подключена вот так то понятное дело что нужно провода будет сделать наоборот так как эту вилку можно подключить и так и так будем думать что мы подключаем вот так значит вот здесь у нас будет заземление вот здесь у нас будет нулевой проводник а вот здесь фазный вот этот кабель 3 на 2 с половиной но на самом деле плите у вас пойдет кабель другой 3 на 4 или 3 на 6 но я взял тонкий кабель для того чтобы было проще показывать как правильно подключать давайте немножечко прикинем длину проводников так значит давайте обкусим проводники заземляющие значит надо сделать чуть-чуть покороче примерно примерно вот так эти оставим также теперь нам нужно снять изоляцию покажу вам как снимать изоляцию с гибкого проводника тоже нож нужно держать под максимальным углом какой только может быть аккуратненько делаем надрезы можно использовать легонечко бокорезы чтобы стянуть изоляцию снимать изоляцию с гибкого проводника нужно еще осторожнее чем с твердого потому что можно попортить вот эти тоненькие проводники и если мы их подрежем то тогда уменьшится сечение наших проводников продолжим в предыдущем уроке я показывал вам как снимается изоляция с помощью стрипера но стриппер есть не у всех поэтому я вам показываю как работать ножом и бокорезами аккуратно чтобы не попортить проводники видите мы сняли изоляцию и еще не попортили ни одного проводника теперь мы закрутим вот так вот чтобы у нас проводники превратились в одно целое теперь можно сформировать колечки для этого я возьму простую отвертку накручиваю на отвертку и делаю один небольшой виток другой проводник то же самое и третий можно с помощью круглогубцев выровнять колечки чтобы они были ровнее чтобы винтики и чтобы винтики крепления хорошо в них пролезли теперь будем использовать паяльник и припой это облуживание делается для того чтобы наше колечко было очень надежным крепким и она никогда не распустится и никогда не сделает нам проблем в розетке еще раз хорошенько прогрею чтобы припой пропитался так третье сделаем колечко вот прогреваем вот у нас получились отличные колечки которые никогда не разорвутся никогда не испортится и будет всегда отличный контакт в нашей вилочке теперь нам нужно подготовить вилку для присоединения кабеля раскручиваем вот эти винты не теряем ни в коем случае шайбочки раскручиваем винтики вот этого хомутика и теперь мы можем подключать наши приводники к вилке розетки сначала присоединяем заземляющий контакт винтом с шайбочкой мы продеваем сквозь колечко и присоединяем винт и вкручиваем его я сделал слишком большие колечки я думал что здесь стоят винты м6 но здесь стоят винты м4 так что сначала посмотрите какого диаметра винты а потом делайте колечки как видите я сделал колечки больше чем надо но вы я думаю что это будете учитывать во время своей работы вставляем тоже также винтик с шайбочкой и накручиваем и закручиваем точно также крепление нулевого проводника еще раз посмотрим все ли у нас хорошо затянуто теперь нам нужно закрепить кабель аккуратненько вставляем кабель расправляем проводнички берем нашу наш хомутик не забываем вот эту картонную прокладочку и накладываем и накладываем его вот так сверху а снизу подсовываем винтики закручиваем один винтик мы наживили сейчас наживим 2 проверяем что у нас тут все ровно теперь окончательно затягиваем вот эти винтики итак кабель мы закрепили контакты у нас здесь хорошие они никогда у нас не нарушатся проблем с розеткой с этой не будет лет 50 закрываем крышечкой закручиваем и теперь розетка наша готова и мы можем ее использовать но не забывайте что у нас по центру идет заземляющий провод вот этот этот 4 чуть чуть длиннее вот здесь у нас идет нулевой провод а вот здесь у нас идет фазный но если вы будете включать розетку вот так то тогда 0 с фазой поменяются местами поэтому если для вас это критично нанесите сюда какие-нибудь значки чтобы можно было включать только в таком положении итак наша розеточка готова она проработает лет 50 потому что мы сделали ее очень надежно надеюсь это видео вам поможет в жизни подписывайтесь на наш канал заходите еще удачи вам